С вами Николай Пивненко в проекте Дата. 14 марта, Международный день действий против плотин. Отмечается он по инициативе американской организации Международная сеть рек. За последние полвека во всем мире в результате строительства крупных плотин было переселено до 60 миллионов человек. Сегодня Международный день числа Пи. Эта дата записанная в формате месяц-день образует знаменитые 3,14. Самые ревностные ученые в этот день смотрят на часы, дожидаясь 1 часа 59 минут и 26 секунд. Почему? Потому что это следующие цифры после 3,14. Число Пи – это отношение длины окружности к ее диаметру. Саму греческую букву Пи предложил британский математик Уильям Джонс в 1706 году. Ну а теперь о родившихся в этот день и начнем с самого Альберта Эйнштейна, который появился на свет в 1879 году. Физик-теоретик, один из создателей современной физики, автор теории относительности, Нобелевская премия 1921 года. Ученый был общественным деятелем, гуманистом, почетным доктором около 20 ведущих университетов мира, членом многих академий наук, в том числе иностранным почетным членом Академии наук СССР с 1926 года. Открытия великого гения в науке дали огромный рост математики и физики в 20 столетии. Эйнштейн является автором около 300 работ по физике, а также автором более 150 книг в области других наук. За свою жизнь он разработал много значительных физических теорий, а уж высказывания Эйнштейна тоже вошли в мировую библиотеку человеческих знаний. 1915 год, день рождения Вероники Тушновой, русской советской поэтессы, которая писала в жанре любовной лирики. Переводчица, член Союза писателей СССР. На ее стихи были написаны такие популярные песни, как «Не отрекаются любя», «А знаешь все еще будет», «Сто часов счастья» и другие. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно, а ты придешь, когда темно, когда в стекло ударит в юго, когда припомнишь, как давно не согревали мы друг друга. 1930 год, день рождения Василия Пескова, легендарного и старейшего журналиста газеты «Комсомольская правда», писателя, путешественника, многолетнего ведущего телепрограммы «В мире животных». В 90-е годы вся страна зачитывалась его документальным сериалом о жизни сибирских староверов Лыковых. Память о замечательном телеведущем и журналисте до сих пор хранят не только в «Комсомольской правде» и на телевидении, но и в сердцах многих читателей и телезрителей. 1979 год. Рождается Павел Воля, российский артист, участник Comedy Club, телеведущий, ведущий, актер-комик разговорного жанра. Павел Воля, прежде чем стать шоуменом, показал себя в КВН. Став популярным в России и за рубежом, Павла стали приглашать на съемки в кино. 1980 год. Рождается Нелли Уварова, российская актриса. Ну, все, конечно же, знают ее как Катю Пушкареву из сериала «Не родись красивой». Но в большей степени Нелли – театральная артистка. Она служит в молодежном театре, где является, между прочим, ведущей актрисой. Событие дня. 1730 год. Утвержден герб Санкт-Петербурга. Произошло это при императрице Анне Иоанновне. Герб – это красный щит с двумя серебряными якорями, которые положены накрест – морским и речным. Дополняет их золотой скипетр с двуглавым орлом. 1923 год. Происходит учредительное собрание акционеров Российского общества добровольного воздушного флота «Добролет». Это прообраз советского оса Авиахима. 1930 год. Постановление ЦК ВКПБ о борьбе с искривлениями портлинии в колхозном движении. Вот одна цитата. Прежде всего, попирается принцип добровольности в колхозном движении. И в целом ряде мест добровольность заменяется насильственным принуждением вступлению в колхозы под угрозой раскулачивания, лишения избирательных прав и тому подобное. О времена, о нравы. 2004 год. Владимир Путин избран президентом Российской Федерации на второй срок. Владимир Владимирович получает более 71% голосов избирателей. Ну и еще одно событие этого дня. 1990 год. На Третьем съезде народных депутатов СССР отменяют статью Советской Конституции о руководящей и направляющей роли КПСС в СССР. Шестая статья впервые появилась в Конституции в Брежневской в 1977 году. Ранее ее просто не было. Статья говорила о руководящей и направляющей роли КПС, называя ее ядром политической системы государственных и общественных организаций. С юридической точки зрения она закрепляла однопартийную систему. Но все течет, все меняется. И не только каждому из нас, но и стране в целом хочется какого-то разнообразия. А право стать лучшим имеет каждый. Главное, чтобы за тобой народ пошел. И ты был достоин этого доверия. Это был проект Дата. С вами Николай Пивненко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова